Субтитры делал DimaTorzok Закуплены тракторные мульчеры, собственно трактора и навесное оборудование. Поддержка местных агрофирм. Правительство города ежегодно выделяет средства на закладку новых садов и закупку оборудования сельхозпредприятиям. Время ваше исследование вами был нарушен ряд нарушений правил дорожного отвечения. Пресечь нарушения правил предупредит ДТП. В Севастополе ежедневно проходит рейд автобус. И первой новостью о трагическом событии в Керче. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. Перед подведением итогов переговоров с президентом Египта была объявлена минута молчания. Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся как можно быстрее. Мы всё для этого сделаем. Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована. Уважаемые друзья, в знак памяти о погибших я прошу почтить их память минуты молчания. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников также выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи. Он отметил сегодня в Севастополе день траура. В Керчи произошла страшная трагедия. И от лица всех севастопольцев мы хотим выразить слова соболезнования, поддержки. Крымчане мы с вами, все силы и средства Севастополя и службы приведены в готовность. Мы окажем максимальную поддержку и безопасность. Конечно, и в наших учреждениях сейчас поставлено на контроль. Выражая поддержку крымчан, в Севастополе также объявлен траур. И, конечно, сейчас правоохранители должны сделать все необходимые действия для выявления наказания виновных. Наши учреждения также сейчас приведены в повышенное состояние готовности. Напомним, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел сегодня в 12 часов дня. Как сообщается, сработала бомба, начиненная металлическими деталями. Очевидцы говорили, что нападавший стрелял по ученикам и преподавателям. Уже сообщается о 19 погибших и 50 раненых. Почти сразу после трагедии в интернете появилось видео-комментарии от директора колледжа. Ворвались и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали, все повылетали, все стекла взорвали, бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти. Уже установлена личность стрелявшего в Керченском политехническом колледже. Официальные комментарии дали представители Следственного комитета России. Расследование уголовного дела продолжается. На месте трагедии работают криминалисты. Изымаются предметы, имеющие значение. Для расследования продолжаются допросы свидетелей и очевидцев. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы. Первоначальный осмотр тел погибших показал, что они скончались от огнестрельных ранений. Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4-го курса колледжа, 18-летний Владислав Расляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», переквалифицировано на часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Это убийство двух и более лиц общеопасным способом. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. К пунктам приема крови в Керчи выстраиваются очереди, сообщают жители города. Сейчас на экране вы видите телефоны экстренных служб, где можно узнать информацию о пострадавших. Севастопольцы присоединились к акции памяти. Люди несут цветы на аллею городов-героев к стеле города Керчи. Сейчас там находится наш корреспондент Марина Кравцова. Марина, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте. Около 18 часов начался митинг-реквием «Акция памяти». Севастопольцы пришли сюда, на аллею городов-героев, чтобы выразить соболезнования родственникам погибших, чтобы высказать свою солидарность с жителями Керчи в этот страшный день, день трагедии. И хотя оговоренное время акции было 18 часов, уже днем люди несли к стеле Керчи цветы, зажигали свечи. Некоторое время назад губернатор возложил цветы, депутаты законодательного собрания, члены правительства. Сейчас здесь несколько сотен человек, может быть, уже больше тысячи. Примечательно, что очень много пришло молодых людей. Здесь и кадеты МЧС, здесь студенты учебных заведений, колледжев, университетов. Конечно, очень сложно говорить всем, кто собрался. Это действительно большая трагедия, которую разделяет и Севастополь. Ну, вот, хотелось бы узнать, Денис, сегодня вот ты здесь, почему? Здравствуйте, меня зовут Денис. Я представляю Севастопольский создательный колледж. Сегодня вечером сюда пришел, чтобы почтить память тех же студентов, таких же, как и я, которые сегодня погибли от рук этого ужасного события. И, как бы, мне очень тяжело, но нужно помнить, чтобы это никогда не повторилось впредь. Скажи, вот какие чувства сейчас на душе? На душе чувство не очень приятное, потому что это ужасная трагедия, которая может случиться на сегодняшний день. Это гибель молодых людей, это гибель тех ребят, которые, будущее которых было в России, у Крыма. И, честно, я даже не могу описать словами то, что у меня сейчас происходит на душе, но это боль, это потеря, это великая утрата ребят, которые погибли. Спасибо. Действительно, у многих людей уже на глазах слезы, хотя не были знакомы с этими ребятами, но эта трагедия огромная для всей страны, Севастополь оскорбит вместе со всей страной. Акция памяти, она не говорена по времени, и она продлится до тех пор, пока люди будут идти сюда и нести цветы. На этом все пока у меня. Светлана, вам слово. Спасибо, Марина. Коллектив информационного канала Севастополя присоединяется к соболезнованиям. Мы продолжим следить за поступающей оперативной информацией. Продолжим выпуск. Проверить, насколько безопасны пассажирские перевозки. Это цель рейда автобус. Его с 15 октября проводят сотрудники госавтоинспекции. В нескольких точках города они следят за соблюдением правил дорожного движения и проводят профилактику нарушений. Кроме того, во время рейда используют систему «Скрытый патруль». В чем ее особенности и как проходит профилактика, расскажет Светослав Данилов. Время нового исследования, вами был нарушен ряд нарушений правил дорожного движения. Первое. С пятого километра при начале движения не включайте указатель поворота. Дальше. Подъезжая к рынку Южному, не уступайте дорогу пешеходам, переходящим в правильную часть. На площади Ушакова сотрудники госавтоинспекции оформляют протокол на водителя автобуса. Он не включил поворотник. Это штраф 500 рублей. А еще не пропустил пешехода. И это еще от полутора до двух с половиной тысяч. В руках у сотрудника госавтоинспекции тетрадь. Там каждый ход, то есть нарушение, зафиксировано. А все потому, что после первого неправомерного действия этого водителя по маршруту его вел скрытый патруль. Инспекторы едут на автомобиле без опознавательных знаков ГИБДД и тихо преследуют нарушителя. Скрытое патрулирование проводится несколькими патрульными автомобилями госавтоинспекции по всему городу Севастополю. И передается экипажем ДПС стационарным путем мобильной и радиосвязи. То есть все, согласно федеральному закону, все нарушения правил дорожного движения зафиксированы в видео для предъявления доказательной базы водителю. Профилактическое мероприятие автобус преследует несколько целей. Предупредить ДТП с участием общественного транспорта, провести профилактику и пресечь нарушения правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток. А таких нарушений немало. Самая главная, самая причина многочисленных ДТП с участием водителей автобусов – это нарушение правил маневрирования. Следующее – это проезд перекрестков. То есть просто элементарно не уступают дорогу, находясь на второстепенной дороге. Это нарушение правил проезда пешеходных переходов. Чаще всего водители нарушают скоростной режим и двигаются без ближнего светофар. А еще общаются по мобильному телефону во время движения. Еще одно нарушение приводит к такому виду ДТП, как падение пассажира. Это может происходить при резком рывке автобуса при начале движения. В 2018 году в Севастополе произошло уже 20 подобных ДТП. Столько же человек получили травмы. Дальнейшая работа, которую мы проводим, госавтоинспекция будет проводить с автотранспортными предприятиями, водители которых были выявлены за нарушение правил дорожного движения. Я думаю, что таких будет немало. Естественно, будут также привлечены к административной ответственности. Именно руководители автотранспортных предприятий. В рейдах вместе с сотрудниками госавтоинспекции участвует Управление экономической безопасности и противодействие коррупции, а также Ространснадзор. Проверяют наличие лицензий на перевозку пассажиров, путевые листы, соблюдение водителями режима труда и отдыха. На рейсовых автобусах контролируют наличие билетов. Обращают внимание и на техническое состояние машин. При возникновении вопросов, жалоб пассажиров, претензий в отношении конкретных автобусов, проводим разбирательство совместно с Ространснадзором, совместно с техническим отделом ГИБДД. Только за три часа проведения рейда сотрудники госавтоинспекции составили 15 административных постановлений. В нерабочем состоянии были тахографы, не использовались ремни безопасности, не видны государственные номера. И это не считая нарушений ПДД. Подобные рейды в Севастополе будут проходить ежедневно до особого распоряжения. Святослав Данилов, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Правительство Севастополя поддерживает агрофирмы. В частности, в этом году предприятиям на закладку новых садов выделили 7 миллионов рублей. И 13 миллионов на обновление сельхозтехники. А она просто необходима фирмам. Сейчас активно идет сбор урожая яблок. Плоды собирают и привозят на склад хранения фруктов. Здесь они могут храниться до апреля, но обычно за зиму их уже полностью распродают. Наши журналисты побывали на складе в Селеверне-Садово. В Севастополе завершается сезон сбора урожая яблок. Длится он с августа. За это время предприятие Артвин собрало 250 тонн плодов с 30 гектаров угодий. До конца октября планируют снять еще 50 тонн. Зимние сорта яблок Семиренко, Гольден, Айдарет, Ред Делишес собирают во фруктохранилище. Их севастопольцы смогут есть до апреля. Плоды хранят на специальном складе при температуре плюс 1-0 градусов. После реконструкции хранилища при создании регулируемой газовой среды фрукты здесь смогут находиться не полгода, а до трех лет. Фруктохранилище не работало вообще, потому что были аммиачные установки. Они взрывоопасные, их нам запретили. Мы аммиак вывезли. И практически это просто сарай стоял. Мы поменяли оборудование все. Оно сейчас на фреоне работает, то есть практически экологически чистое. Заменили двери, полы сделали, стены. То есть мы практически сделали почти новый холодильник. Вот осталось, чтобы была регулируемая газовая среда. Осталось нам только сделать потолки и все. Для лучшего хранения фруктов необходимо сделать изоляцию. При создании регулируемой газовой среды будет появляться меньше гнили. Качество и свежесть плодов будут дольше сохраняться. Фруктохранилище рассчитано на 500 тонн. В этом году оно заполнено наполовину. Для увеличения урожайности на предприятии закладывают новые сады. В этом году посадили 6 гектаров яблонь, 40 гектаров черешни. Сейчас планируют на осень посадку 39 гектаров персиковых деревьев, а на весну 40 гектаров винограда. В развитии севастопольским агрофирмам помогает правительство города. На закладку садов в этом году предприятия региона получили более 7 миллионов рублей. До конца 2018-го планируют выделить еще 7 миллионов. Кроме того, в агрофирмах обновляют сельхозтехнику. Уже освоена субсидия в размере 13 миллионов рублей. Закуплены тракторные мульчеры, собственно, трактора и навесное оборудование. Мы возмещаем понесенные затраты предприятий. Касательно закладки и ухода за многолетними плодовыми насаждениями, эта цифра составляет 80% от понесенных затрат. Если брать затраты по обновлению парка сельскохозяйственной техники, то возмещение части затрат составляет 50%. В этом году субсидии получили больше десятка сельхозпредприятий региона. В 2018-м на закладку садов и виноградников выделено свыше 70 миллионов рублей. Юлия Ефремова, Елена Корноухова, Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погоде в Севастополе. 18 октября в городе переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем плюс 22-24. На этом пока все. Еще больше информации на сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Светлана Федодеева. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok